Архивные документы погибших в годы Великой Отечественной войны сочинцев добыли волонтёры-курсанты Сухумского военного училища и передали сочинцам. Теперь задача сочинских поисковых групп – найти родственников узников концлагерей. Семьи считали их без вести пропавшими. Теперь потомкам будут переданы копии персональных карточек. В Сочи этой работой занимаются администрация города и юноармейцы. Мэрия передаёт списки, юноармейцы ищут родственников и подтверждение, что это не просто однофамилец. Они имеют возможность узнать судьбу солдата, узнать, когда он погиб, где он захоронен. И в случае возможности и желания поехать на место захоронения, если позволяют финансы, изъять прах и перезахоронить у себя на родине. Это самая главная цель нашего проекта. Вообще, это проект семейный. Это возвращение человека в семью. Благодаря информации в СМИ откликнулись уже 12 родственников без вести пропавших солдат. По счастливой случайности, одна из родственниц – член поисковой группы. Эльвира лично заносит данные из персональных карточек военнопленных в базу. И каково же было её удивление, когда на одной из карточек она увидела свою фамилию. Когда нам передали архив, я нашла карточку среди фамилий моего прадеда Чамуряна Макартыча Анисовича. Конечно же, мы знали о том, что у нас есть этот родственник, не забывали, надеялись найти. У нас в моём посёлке стоит большой памятник с фотографиями и именами людей, пропавших без вести, которые призывались именно оттуда, с нашего района, с моего посёлка. Когда я об этом сообщила дома, в первую очередь обзвонились все родственники, собственно говоря, моего прадеда. Сейчас, после того, как вручат карточку моим близким родственникам, планируется поездка на захоронение моего прадеда. За время Великой Отечественной войны в немецкий плен попали около 6 миллионов солдат и офицеров Красной Армии. Около 700 тысяч остались на Западе после освобождения. Более 5 миллионов человек погибли. И сегодня цель волонтёров в рамках международного проекта «Возвращение имени» – передать весточку от фронтовика потомкам, пусть и через 75 лет. Узнать информацию и уточнить, есть ли в списке найденных фамилий ваш родственник, можно по телефону 264 29 72. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.